На приеме одной из первых была названа проблема, с которой уже в ближайшее время столкнется население Трубино. Это необходимость построить еще один детский сад. Депутаты поставят этот вопрос перед плановыми организациями и исполнительными органами власти. Строительство детского сада, потому что деток становится больше, жителей становится больше. Будем направлять запросы в министерство, будем отправлять запрос Алексея Васильевича Валова. На прием пришла жительница деревни Назимиха с вопросом, который требует выезда специальной комиссии. Необходимо разобраться, нарушаются ли права проживающих. Как утверждается в заявлении, в жилом доме идет незаконная коммерческая деятельность. Это будет сделано обязательно, как и запланировано, тоже на ближайшее время собрание, которое должно разрешить другую проблему. С ней пришли к депутатам сразу несколько человек. Они принесли квитанции, где прописано требование внести плату за капитальный ремонт. Ее на протяжении нескольких месяцев не оформляла одна из управляющих компаний. Она, как это бывало не только на этой территории, уже давно здесь не работает, но претензии к жителям неожиданно возникли у расчетного центра. Вопросы есть по работе Мособулы Ирц. У людей не приходили платежки. Сейчас пришла задолженность, которую, конечно же, людям, пенсионерам сразу же оплатить невозможно. Будет сорганизована встреча с представителями Мособулы Ирц. Этот прием жителей плановый. Он и здесь, в Трубино, и в других населенных пунктах проводится регулярно. На него представители партии «Единая Россия» от выборных органов власти, как областного, так и муниципального уровней, вместе, исходя из тех полномочий, которыми обладают, приехали, чтобы помочь жителям в решении назревших вопросов местной жизни. Мы часто встречаемся. Я знаю, все болевые вопросы ихние. Поэтому сегодня я присутствовала. Да, очень хорошо, что мы сейчас, во-первых, организуем очень часто совместно и депутаты Московской области до уровня. Слуцкая Ирина Эдуардовна, Надежда Владимировна Соровцева присутствовала сегодня. Вопросы, знаете, насущные, которые касаются капитального ремонта, которые касаются, конечно, платежей за вывоз мусора и вообще самой системы раздельного сбора бытовых отходов. Кроме этого, были вопросы, которые касались, знаете, нашего, с одной стороны, давнего, с другой стороны, так давнего, прошлого, когда колхозы выделили людям участки, не оформляя их абсолютно. И теперь, как бы, вот люди хотят узаконить эту ситуацию, что достаточно сложно. То есть вопросы были вот такого характера. На приеме побывали более 20 человек. Вопросы, с которыми пришли жители, запротоколированы и взяты депутатами в работу. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково». Надо исправить.